Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание апостола Иакова, 4 глава, 13 по 17 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающей. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности чеславитесь. Всяко такое чеславие есть лом. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Начинает чем? И заканчивается грехом. А это сплошь и рядом это. Торговля, поеду в город. Кто поедет в город? Это же в городе, это что у тебя там на метре? Деревня питает город, а не город-деревня. А это ведь речь идет, 2000 лет назад уже было. Верой мы спасаемся. И люди, зная это, наконец теряют направление. Главная вера. Вот Мартин Лютер, первый реформатор был. Верой спасаемся. Вот дело Божие, чтобы веру в того, кого отец спасал. И послание о хрупче выбросил, как будто его не было. Почему? А здесь говорится, вера без дела мертва. Мы не делами спасаемся. Дела подтверждают, что вера живая. Я это говорю, я это делаю, переезжаю, стремлюсь куда-то, потому что мой Бог сказал. Спаситель меня избрал на это, и я должен помнить это. Я поеду в город. И заканчивается чем? Тщеславием. Вы не знаете, что будет завтра. Это каждый человек знает. Какие правители. Как вот рассказывают, где бывают люди, похожие друг на друга, не отличие. В одном государстве такой-то правитель был. И в фамилии, и имя сходятся с американским. Но того убили, а этот живой. Все сходится, да, у меня. В каком возрасте стал. Один пришел, ему и говорит, у тебя нашел вот такой. Я, говорит, знаю, говорит. Но не все сходится. Только проговорил Ватальем Выстрел, его убили. Поэтому у Бога иногда что-то предназначено. Но ты всегда говори, если Господу угодно и живы будем, то так. Нет дождя, ничего и нет. Все высохло. Да не только это. Нас как Бог спасает от людей, которые творят совершенно не то. По ночам барабары милости Божией как-то утихло вроде бы это. Итак, он говорит о том, что прибыль надо человеку. И прибыль это в городе. А в городе, если ты ничего не создаешь, тебе надо только перепродавать. Или обманывать. Вот это самая большая опасность. Когда человек думает разбогатеть, а не знает как. Да, богатых людей Господь одобряет иногда, как Ио. А почему? Сегодня овечка одна. Через год может быть еще двое. Так что если у нас были такие вот, где звал свиней, трудяга, почти 100. У батюшка колоста, овечек было. Как? Ну, плодятся. Я только знал. И договор какой был. Пестрое будет мое. Черное будет твое. Кто его учил это делать? Прутики осковрил, когда они пели и зачинали. То есть бараны, говорится, вместе были с отцами. И рождаются пестрые. Я разговариваю с агрономами, с дойтехниками как. А разве это есть? Да по сей день не знают. Это бог так сделал. И как быстро начали расти его богатство. И он уже идет на Адвастана. Я говорю об Якове. Когда его лаван обманул. И обман-то какой? Две сестры. Одной нравится, а другая слеповатая. И он ему подсунул перед вечером. До утра он не мог разобраться, с кем спал. Так, когда считаешь, думаешь, сказка какая-то. А когда он знал, он говорит, почему же ты меня обманул? Я люблю-то... Как называется Архиль? Э, нет. Ты за это от работы еще семь лет. Он четырнадцать лет работал, чтобы получить любовь свою. А сегодня как? Сказал, позвонил, где-то ни разу не встречались. По интернету познакомились и разошлись. И здесь не так. Теперь там у него жена, это да, разрешалось. И как его обвинял? Все, что у тебя есть, это мое. Было твое, Бог передал сюда. Притом без обмана. Что больше всего трогает в этих рассказах, что без обмана. Мы видим, какие пастбища были у Иисея, отца Давыдова. Почему? И кто маленький пастушок ходил, никто не знал его. И вдруг пророчество идет, кто будет царем. Дом назван, семь сыновей, один краше другого. И он думает, этот. Нет, не этот, Бог говорит. Вы смотрите на старность. Нет. Он говорит, а еще есть эти? Да есть, да кто? Да мальчишка там пасет. Не сядем за стол, пока его не покажешь. И только увидел его, он говорит, как узнавал, показывая два камня. И они засияли, и на нем сошлось это. Мы не знаем, но очень похоже, что видимо так и было. И вот он богат был. И говорит, овцами плодиться. И дальше перечисляет, сколько. Однажды только в жертву, когда строил Соломон храм, принесли 120 тысяч овец. Ни один комбинат сегодня, ни один комбинат не сработает. Тысяч! 22 тысячи быков. Да где 22 тысячи? Тут два быка-то не поправишься. Почему? Бог дает. Притом, ничто чужое не прилипло. Вот это есть. Но люди были все-таки задумывались о том, вот что-то не так. А как это выправить? Надо нажать. Кто-то работал, я ему не заплачу. Ну и дальше было. Что снять-то? Залог продать? Я еще отработаю. Жорно, верхний, это надо было снимать. Закон запретил это дело, потому что человек этим живет. Одежду у него не забирай, ему спать ни в чем будет. То есть бог присмотрел, все. Нажимать, да, можешь. Нажимать, нажимать где-то больше, раньше вставать, позже ложиться. Ну мы знаем, как работает фермер. И здесь говорится о прибыли. Сейчас мы посмотрим, как же нам-то быть. Надо уделять нуждающимся. Книга Тавита, она здесь ее нету. 1.8 говорит. Все перестали платить десятину, перестали в храм ходить. Постепенно. Живут в одном месте, а я, говорит, ходил, как бабка мне наказала, так я и делал. Одну десятину, сотню десятку священцев, вторую на устройство храма, что там нужно, третья ищет. Один. И как его Бог благословил? Я не знаю еще, как у кого в жизни, но мы еще прочитаем. Монахия 3.8. Посмотрите, я не сразу записал. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. И так? Проклятим вы проклятый, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Кажется, казалось бы, тут кто-то написал, кто-то. Вы десятину берете, а там надо власть сказать, которая нападает, безумно. А эта десятина Богом установлена, а основные люди устанавливали. И при том, весь народ перестал платить. И пророк заговорил, проклятим проклятым, у вас все не ладится. И никогда не будет ладиться. Вы обкрадываете ни людей, ни священника, Бога. То есть, у кого своровать? Вот у меня было такое что-то, поношение, то другое, в суд приходилось подавать. Ну там, мизерная цена, там, допустим, 10 тысяч надо. А если это мэра города Москвы, такое же самое обвинение. Там 250 тысяч заплатить надо ему. Тот-то виноват. Почему? Величина наша. Какая? И вот весь народ, моща Божий проклятый, никто не думает, что это так. Никто не заговаривает, не спрашивает, а почему я должен платить? Пусть Бог сам работает. Им не дал Бог земли. Каждому отдельный район, где земля, и нельзя было взять ниоткуда. Никакой казахстерный инженер никто не мог сделать. Но я полюбил девушку в другом. Оставь эту любовь. Бери только в своем колене. Иудина колена, нефалимого. Когда считаешь Библию, по заказу нельзя же любить. Полюбишь. Когда никого больше нет, ты посмотришь. И тогда, а так переходила бы земля, и мерили бы здесь все время. Здесь потерять бы не стало. Отчина дали. Сколько беды здесь было. Едва, едва, едва какой-то млейкой землю отхватили. Это все. В Библии говорилось так об этом. Прибыль должна быть от трудов твоих. Что нам говорит об этом? Одна еще не каноническая книга. Примудрость Соломона, 15-12. Ее нет. Эти люди считают жизнь нашей забавой и житие прибыльной торговлей. Всю жизнь считают. Ибо говорят, что должно же какую-то мать извлекать прибыль. Хотя бы из зла. Хотя бы из зла. Прибыль-то. А чего идешь? Ночью не спи. Посмотри, у кого тут много техники, у дрова, еще что-то. Это 3000 лет назад еще было. Примудрость Соломона. Это почти 1000 лет до Христа. Хотя бы из зла. Сегодня на этом живут люди многие. За границей покупают лекарство, которое изымается от абортированных детей. Уже когда считаешь, даже не верится. И искусственно делают кесарево священие, чтобы больше не рожали. Когда считаешь, ну не может быть, а же врачи должны спасать. Может быть, когда уже называют все оборони. А как избавиться от этого? Порассуждаем между собой. Посмотрим. В нашей матери было 12 рожденных. И 10 живые. И ни одного не родила в роддоме. Один раз так поотвезли ее. Она когда узнала, что там еще и дядька будет что-то рассматривать, она тоже на телеву зашла и скорее домой приехала. Вот как. То есть, работают люди. Некоторые в других странах иммигранты приезжают. И документы не оформили. А другие приспособились. Военные организации образовали. Их берут. Мать и дочери продают в разные места рабство. И сегодня все это показывают как. Откуда родовладельческий строй-то был? Как заманывали. Как целые корабли, нагруженные арабами везде. А теперь сколько их там черных. Я видел в Америке. И хотя бы из зла. Мы должны рассуждать так добром. Благослови Господи. Самое малое, что дает Господь, оно может умилищиться. Считаем притчу Соломона. 3.9. Стих Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих. Вот все. Мы как-то с детьми, которые были здесь, ходим. Тут колхозная, сохранились. Малина, где наберем. Мимо идем сюда. И батюшка ни разу не взял. Батюшка, благословите. Мы от всех прибытков. Правда у нас прибыток-то много ребятишек. И набрали несколько венев малины. Идем по золу. Десятину отдать надо. И дети приучаются, очень быстро запоминают это. От всяких прибытков. Что бы ты ни сделал, десятина тебе не принадлежит. И мне говорят, это в веком завете было. Не обманывайте себя. Когда это говорят, то говорят, и то не забывайте. Даже и платите, иначе проклятием будете проклятым. Но если ничего нет, нет ничего. Говорят, а с материнских платят? Нет, не платится. А студент, то не зарабатывает, его поддерживают. А что? Заработанная пенсия. От трудов твоих. Что у тебя там есть? Как Господь все это показал? Потому что левину, колену, из которой священство, ни одного гектара не дано. А почему? А у вас другое. Распахивайте сердца людей. Туда закладывайте. И получите добрые плоды. Притча Соломона 4.13 до 17-го. Тот, нет, не так. Притча Соломона. С 14-23. От всякого труда есть прибыль. А от пустословия только ущерб. Все. Разговаривать некогда, когда ты работаешь. Это в духовном плане. Это в телесном. И когда вы ходите, осмотрите все. Некоторые живут там где-то около лунды. Там и травы-то нет. Люди живут же это. А здесь куда не пойди. Сколько раз ты за лето подкашиваете трава, чтобы проходить можно было. Какое место. Те первые люди, которые приехали, помните, потеряю его фамилию, помолиться. Когда баба здесь Евдокия была, она правнущка первых людей. Здесь, паренька, она пожила у нас. Она рассказала о тех людях. Когда привезли, сказали, вот здесь убирайте дальше. Они выбрали лага, закрутить можно. Земля, колодцы, травы. Там, как их звать, от первого до последнего, и вам который был, можем сказать, 15-6. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибитке нищетивого расстройства. Сколько все говорится о праведности. Ты живи, никого не обманывай. Когда, вот, все, хоть обыск, хоть что-то делай. Никогда не было, чтобы преследовали труженика сельского хозяйства. Никто, ни Чингисхан, ни Мамай, ни Аларик, который приходил, ни Тамерлан, ни Наполеон, ни Гитлер, никто не трогали. Советские это устроили. Такая деревня. И сколько? Семь зажиточных нашли. Всех сослали. Все кончилось. Я брал интервью таких, которые там были. Это считать нельзя. Недавно одна сестра, я, наверное, говорит, так он записал, в книгу поместили. Я, говорит, считала и плакала. Это невозможно. Вы знаете, Валентина Павловна Конева была. Она была маленькая. И как мать, ее мать, Мария Ивановна, 750 километров тайгой шли. Пиолетались от людей, когда они там были. Люди вымирали, как мухи. Привезли, вывалили. Ничего нет. Ниоткуда взять. Никто, если рядом в деревне, кто примет, тоже пойдет туда. Никто этого не делал, потому что это кормилиц. Милостью Божией все это миновало. Даже я сейчас тут смотрю, иногда у батюшки в том конце, канава копанная. Врос человека. Экскаватора не было. А посмотри в полях, которые вот по скотине, где скотина паслась, когда ночами натянутая веревка была. Какой народ здесь был? Какие труженики? А было ли же ними что-то? Господь миловал, потому что водолеи не попадались, а им делать нечего было. А эти работали. Я один раз прочитал и даже не поверил в это. Принимали местные, решали. Власть дали это одно. Местные жители примут его или нет. Все это заранее заготавливали они, подтесывали. Ну как продают тут, где-то домишки такие. А дальше старики смотрели, назначали деньги и говорили, в течение одного дня домшек стоял. А если не могут сделать? Какие там могли быть причины, видимо? А так, главное, на что способны люди? Кто здесь селится? Я своих расспрашивал, когда, ну тут, мальчик захватил пораньше вас. Какой народ был? Нам есть кому подражать. Я могу сказать, где кузнец жил, как они трудились. А знали ли Бога? И Господь прикрыл. Церковь была только вкорченной. Дальше. 16.8. Притча. 16.8. 16.8. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Какие простые слова? Просто, понятно, твое. Евангелие от Луки 16.13. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мононе. Видите, какой предел поставил. Момона – это не наше слово. Видимо, с еврейского языка. Богатство. Да как без этого? По-другому нельзя, чтобы обрабатывать много где-то. Ну, Господь благословит и укажет. Я не знаю, какие там выходы. Но вот кого я знаю, из фермеров здесь. Ну, вы знаете, тут и сосед. Начинал с самого малого. Во-первых, дать жить те, кто помогают. Там скотину, там отходы, все это где-то. Я списали, кромку только задел, что ничего ворованного нет. И когда мы считаем в житиях святых, это неоднократно, это библейское событие. Человек торговал, издалека корабль. Корабли утонули. Пришел праведник, стал плакать. И вот такой он говорит, а как ты? Ну, так. А с кем ты был? Да еще с одним. Да котобор был. Ты с ним соединился, Бог потопил это. Тот снова где-то кредит взял, опять корабли поплыли. А в конце концов все остановилось откуда. Поэтому советники, соратники, не бери тех, которые воруют или знают, что не свое. Отсюда можем взять. Матфея 25-27. То есть мы говорим о прибыли. Потом перейдем мы сейчас на духовное. Посмотрим, как приращивать духовный рост. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я пришедш, получил бы мое с прибыли. Это речь идет о духовном. Вот интересно, он поет слово Бартистов, такой, как стих. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног один в руках нести. Вот что будет. Потому что радость на небе об одном кающемся. И если нет, то надо проповедовать, надо говорить где-то. Куда ты едешь, с собой, чтобы было Евангелие. Я до конца вашу работу не знаю. Ну, знаешь, что все верующие. Где-то заложить такое место, чтобы было чистое. Где-то встретился с соседом. Знаешь, у меня Евангелие есть. Христос веки и мир за нас. Это все Божье, что... Несколько слов брось, и они бывают достаточные, чтобы сдвинуть человека с места. Поставь себе задачу. Ни одного не пропускать. Раньше как-то в город, молочное было. И там можно многое было сказать. Я рассказываю тут. У нас был Михаил. А куда я пойду в деревню? Ты жилай. И будут. Да некому тут говорить. Только проговорили. В ограду дверь открывается. Две женщины заходят. Вот такие глаза удивленные. Откуда? Вот только сейчас говорили, Бог послал. А тогда, когда боролись, гриб какой-то куриный там. И они приехали узнать, как тут с хозяйствами были. Прям мгновенно. Только проговорили, двери открылись, и они заходят. Я не знаю. Это Господь, уж по нашей немощи так, ни разу больше их не было. Один раз мы на эту тему заговорили, и только я тут сказал, дверь скрипнула, и они уже стоят рядом. Ну тебе есть что-нибудь сказать? Скажи. Да это обман, все они понимают. Курица не чихают. Нет там гриба никакого, свинья. Это кто-то заплатил, чтобы мы уничтожили, а тогда он цены на своих куриц поднимет. Как на Западе признали, коровья шума, и там снайперов вызвали, отстреливали их. А потом оказалось, что это Англия заказала. Примеры какие? Дальше. Первая Тимофея 6.5. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Когда верующие, да вы только другие обираете, нас тоже захватывает где-то. Ну нету никогда, мы ничего не делали такого. Мне Господь позволил на таком коприще быть, издать книги, 38 томов разных. А экземпляр-то тысячи всего только. И 75% мы бесплатно раздавят, проехали своими силами от Тихого океана, от Атлантического, вы это знаете. И сейчас снова Господь позволил нам начать кое-какие книги переиздавать. Все кончилось, нигде нету. И просим молитву. Итак, в духовном плане. У тебя опыт накапливается, помаленьку. Скажи, Господь, а что я сейчас сижу здесь и никому не скажу? Да в городе бывают родственники, а может они все и неверующие. Я в храм хожу. Ну в храм-то ходишь, это похвально. Но ты и в храме-то никому не друзей, у тебя нет никого. Если Господь позволит, я на эту тему завтра скажу. Без этого никак нельзя. Потому что человек, который не имеет общения ни с кем, он как может прибыль иметь? У тебя тоже есть рынки сбыта где-то? Кому сказать? Как? Итак, милости Божии, Господь сегодня нас выразумляет, чтобы мы прибыль имели только от добра. Чтобы Слово Божие звучало чистое, неприкосновенное, какое-то вредоносное идиот. Вот меня кто-то обидел, а уж я ему скажу. Ты скажи то, что бы коснулось сердца, человек исправился. Мы все временно, если Господу угодно будет и живы будем, завтра мы это услышим. Богу нашему слава, вовеки и веков. Аминь.